Диалог закончился тем, что мне было предложено написать заявление по собственному желанию. Татьяна Кувшинникова или учительница в купальнике – ярчайший в России пример того, до чего может довести поиск нравственности в личной жизни педагога. В 2019-м она опубликовала это фото. Женщина занималась зимним плаванием и так поздравила всех с открытием универсиады в Красноярске. Поздравления не оценили. Началась травля, мол, такие снимки не красят педагога. Родители школьников Татьяну поддержали, а вот начальства – нет. Проверки начались на уроках. До этого не было за полгода ни разу проверки. Никто не сидел у меня на уроках. Татьяна и сейчас не готова общаться на эту тему. А спустя два года соцсети все больше стирают границы личной работы. Это странички молодых педагогов России, образцовый торс учителя английского языка, но есть и обратная сторона. В Рубцовске все еще расследуют смерть школьницы. И в соцсетях считают не случайным, что в тот день ЗАУЧ вызвала ребенка на серьезный разговор из-за видео в ТикТоке. Должен ли учитель следить за аккаунтами своих учеников? Какова цензура для личных страниц учителей? Об этом мы пытались поговорить с барнаульскими педагогами, но все они отказали нам в комментарии. Однако одна из них выкладывает в социальные сети фотографии в купальнике. Но при этом ее аккаунт закрыт. Может быть, в этом и есть секрет успеха? Это не запрещено, но тем не менее, я не думаю, что родители захотели бы повезти к такому педагогу своих детей. И не потому, что они запретят, но потому, что все-таки, наверное, учитель тот человек, который имеет еще авторитет. На этой неделе в барнауле впервые собрались за одним столом педагоги, представители власти, полицейские и психологи. Поговорить о назревающем кодексе поведения обеих сторон. И даже представители образования в своих мнениях разделились. Мы работаем в школе, но мы люди. А у нас есть своя жизнь, у нас есть свои интересы, своя семья. И нам бы тоже, с одной стороны, не очень хотелось, чтобы наши родители знали какие-то подробности нашей жизни. Наши родители – это родители учеников. Те самые, что часто слишком активно, по мнению учителей, следят за их жизнью. Уже само это может испортить и поведение детей. Ведь это пример подчеркивают психологи. И контролировать родителям нужно прежде всего себя. Не нарушать это пространство, потому что, когда мы нарушаем чье-то пространство, возникает вопрос к нам. Значит, другой человек так же может делать со мной, но я же на это не соглашаюсь. Поэтому эти вещи разграничить, ну как-то там с уважением относиться к пространству другого человека. Я считаю, что конкретно личная жизнь, именно не оценки, а личная жизнь – это неприкосновенно. Ну, наверное, конфиденциальность личной жизни не распространяется на вредные привычки и не распространяется на то, что может повлечь какой-то вред. Участники «Круглого стола» надеются, что в будущем получится отстоять личное пространство всех участников образования и педагогов в частности. Но только в том случае, если они сами не подставляются под удар, уверены эксперты. Например, выкладывая фото из ночных клубов с алкоголем в руках. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Артем Гусельников, День с толком. Продолжение следует...